Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители канала. С вами Армак и сегодня мы поговорим о такой нации как русские. Рассмотрим для начала бонусы. Истощение армии на территории русских выше на 100 процентов. Улучшения в этой сфере также идут бесплатные. Национальные границы плюс один. На старте игры дается одно гражданское исследование. Шпионы дешевле на 50 процентов и остаются невидимы после своих диверсий на территории противника. Кавалерия наносит дополнительно плюс 25 процентов урона артиллерии и фургонам с боеприпасами. Разграбленные здания русских приносят прибыль не врагу, а именно русским. Добыча нефти производится на 20 процентов больше. Русские это оборонительная нация. Если захватить огромные территории, то можно заманивать врагов на свою территорию, которая наносит удвоенный урон за счет истощения армии врагов. И дополнительно еще можно провести улучшения на еще больше истощения. А также есть неплохие партизаны с бесплатными улучшениями, которые позволяют гораздо быстрее помочь армии противника умереть на территории русских. От истощения врагам могут помочь фургоны снабжения, но русские по ним наносят больше урона легкой конницей. Поэтому гораздо быстрее убиваются эти фургоны. А враг без фургонов на территории русских не может задержаться надолго. Поэтому довольно легко эти армии разбиваются на территории русских. Обычно стратегия защиты строится на том, чтобы разбить вражеские фургоны, а дальше заманивать врага поглубже или водить его по своей территории как можно дольше. Можно даже сделать вид, что вы готовитесь атаковать противника, таким образом выманивать его со своей территории обратно. Но вообще опытный игрок, он конечно не будет надолго задерживаться на территории русских, когда у них уже будут разбиты фургоны. Часто для патрулирования и защиты своей территории русские используют легкую конницу для того, чтобы быстро перемещаться и отбивать нападение противника с разных сторон по своей территории. Остальные ресурсы обычно направляются на улучшение экономического состояния, поскольку Россия в плане экономики не имеет особых бонусов в начальных эпохах. Их бонусы по экономике дают о себе знать уже ближе к последним эпохам, когда появляется нефть. Также русские имеют довольно хороших шпионов, которые могут делать диверсии на территории противников и при этом оставаться невидимыми. Это может неплохо потрепать нервишки для вашего соперника. Можно также подкупать ими юнитов врага, например армию. Но при этом следует опасаться вражеских разведчиков, поскольку именно разведчики могут выявлять шпионов на карте. Наибольшее преимущество русские имеют в последних эпохах за счет нефтяных месторождений, которых у русских обычно больше, и ускоренной добычи этой самой нефти. Можно попробовать задавить врага большим количеством танков, либо авиации. За счет танков можно продавить оборону противника, а за счет авиации можно лишить противника добычи каких-либо ресурсов, повлиять на то, что его экономика падет и дальше добить врага. Это будет только делом времени и ровных рук, конечно же. Играя же против русских, нужно стараться не затягивать игру до эпох последних, где уже появляются нефтяные месторождения, если, конечно, у вашей нации тоже случаем нет бонусов на добычу нефти и есть какие-то бонусы в этих последних эпохах. Организовывать набеги на территорию русских довольно-таки сложно, и если это и делать, то только конницей и только где-то по окраинам, потому что глубоко забежать противник вам навряд позволит. Если вы хотите устраивать какие-то набеги, то придется это делать уже не маленькими армиями, а формировать хорошие большие отряды, брать с собой в обязательном порядке фургоны боеприпасов и эти фургоны боеприпасов придется прятать внутри ваших отрядов, чтобы противник не мог к ним подобраться. В противном случае, если вы теряете фургон, вам опять придется отступать, это потеря времени и это не будет играть вам точно в плюс. Также вне территории России можно пытаться добывать редкие ресурсы и при этом убивать вражеских торговцев, которые тоже занимаются подобной добычей на карте. Возле своих городов старайтесь держать побольше разведчиков, чтобы выявлять вражеских шпионов и чтобы те не успевали провести своих диверсий, чтобы те не передавали важную информацию и не делали разведку по вашей территории. Также можно попытаться экономически переиграть Россию. Обычно делается это без особого труда. Если хорошо суметь защититься и отбивать атаки противника и выиграть борьбу за редкие ресурсы на карте, тогда у вас появятся все шансы на то, чтобы по итогу праздновать в этом победу. На этом у меня, пожалуй, все. Надеюсь, что видео для вас было полезным. Если так, то не забываем поставить пальцы вверх или вниз. Подписываемся на канал, ставим колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного, делимся видео с друзьями и в группе ВКонтакте следим за анонсами следующих турниров, следующих стримов, участвуем в турнирах. Жду вас на канале. У меня на этом все. Всем пока-пока и обязательно пишите комментарии, если хотите, чтобы контент по данной игре продвигался на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok